Приветствую, коллеги! Очередной шок-контент от компании OMZAP. Сейчас будет краткое предысторие, поэтому кто хочет увидеть сам процесс ремонта, в описании есть ссылки на фрагменты. Наши постоянные зрители знают, что мы часто практикуем демонтаж силовой установки для замены и ремонта навесного оборудования. Вот и сегодня на этом прекрасном автомобиле мы меняем стартер. Напомню, для тех, кто не знает, это Hyundai Santa Fe с мотором, название которого в ремонте несет нарицательный характер. D4 EB. Стартер, как вы видите, мы уже заменили. Но речь в этом видео не о нем. Конечно, для замены стартера совсем не обязательно снимать мотор. Все намного интереснее. И стартер в этой истории, и последствия неисправности, а не ее причина. Началось все с того, что автовладелец испытывал трудности с холодным запуском. Часто приходилось крутить мотор по несколько раз в продолжительное время. Естественно, как порядочный автовладелец, он среагировал на это и подключил сканер. Почитав коды неисправности, стало ясно, что причиной длительных запусков были свечи накала и илющие форсунки двухцилиндров. Далее события развивались стремительно, как в голливудском боевике. Вооружившись инструментом, владелец с полной уверенностью на успех приступил к выкручиванию первой свечи. Но, как, наверное, уже догадались многие телезрители, его постигла неминуемая расплата за излишнюю самоуверенность. Свеча сломалась. Напомню, что устройство данного двигателя таково, что свеча накала находится на горячей стороне и попытка выгрутить нахрапом с вероятностью в 99% закончится, как в этом случае, потерей времени и денег. Конечно, есть специально обученные люди, которые способны провести эту операцию по извлечению свечей быстро и качественно. Но процесс этот требует определенной сноровки и умения. После осознания всей трагичности бытия, владелец авто принял, как ему тогда показалось, единственное правильное решение. Он нашел на просторах интернета мастера, ломастера, по удалению свечей накала. Приехал человек с инструментом. И, о чудо, он выкрутил вторую и третью свечку. И вроде успешный конец данного мероприятия уже виделся на горизонте. Как прозвучал звонок, и мастер-ломастер сказал, что не успевает завтра закончить работу. И приедет завтра, утром он не появился, и в обед, и вечером. Автовладелец попытался позвонить мастеру, телефон его был недоступен. И объявление о оказании услуг исчезло с доски и размещения. Я представляю, каково же было разочарование автовладельца, когда он спустился в авто и увидел это. Первый цилиндр, смотрим, сломанный свеча, осталось на месте. Еще и криво засверлено. Второй, третий. Свечи выкручены, но новые не докручены. Нужно разбираться с ними тоже. И самое неприятное, это свечка четвертого цилиндра. При попытке нарезать резьбу он сломал меч. Я так думаю, что поняв, что будущие расходы по исправлению косяков 100% будут значительно больше возможного заработка, мастер-ломастер ретировался. Начинаем извлекать заломыш мечика с четвертого цилиндра. Шприцом потихонечку заливаем. Небольшое количество, грамм 50, наверное, надо быть, да? На всю операцию. Да. Два раза залили кислоту по 10 минут. Сейчас кислоту извлекли оттуда. И вытащили уже кусочек. О примере вот этой свечки сейчас расскажем, как извлекается. Как вы видите, в середине стоит стальное стержень, и оси рель бессмысленны. Поэтому мы вот таким инструментом внешнюю обойму рассверливаем. Внешнюю обойму до конца проходим. Ну, как фреза алмазная. Да, алмазная фреза. И центральную часть извлекаем оттуда. И с четвертым цилиндром будет точно такая же история. Только до конца сначала извлекем мечик оттуда. Как вы можете видеть, случилось страшное. В общем-то, при попытке извлечь кончик, после высверливания, кончик упал внутрь. Ну, это мы уже проходили, поэтому сейчас основная задача магнитиком аккуратненько зацепить его и вытащить через форсунку. Это встречается довольно часто, поэтому переживать особо не стоит. Метод испытанный и проверенный. Ну, естественно, надо маленечко позаморачиваться, чтобы точно прицепить его за кончик и вытянуть аккуратно. Правильно, Андрей? Да, все верно. Камера эндоскопа диаметром 5 мм. Носик форсунки диаметром 6 мм. Поэтому достать можно через форсунку, через свечку, эндоскоп не пройдет и магнитик тоже не пройдет. Мне магнитик это за***. Вот он, родимый. Вот он, родимый. Попался, хулиган. Да вот, как рыбку поймали. С четвертого цилиндра мячик достали. И с четвертого цилиндра. И до наконечника. Сколько в среднем на таком моторе по времени происходит удаление свечей, если они не сломаны? Ну, если не отвлекаться не отвлекаться от 10 минут до 5 минут это подойти, кончик достать просто. До 2 дней порядка. Максимум 2 дня, это когда вот такая ситуация. особенно залезли и оставляли сюрпризов, которые тоже требуют времени, чтобы удалить. Ну, понятно, да. Все, зацепился. Вытаскиваем такой штукой. А, вот он кончик с четвертого. Все, он весь вышел. А, но это, слушай, даже не кончик. Это все, тело и с кончиком вышло. Дальше, что? Чистим, фрезеруем и прогоняем резьбу. Во всех цилиндрах? Во всех. Второй, третий. Несмотря на то, что до этого были якобы уже сделаны, придется нам проверить полностью восстановить резьбу по новой. Потому что... Хирургический инструмент, чтобы вы понимали. Так и есть, а идет операция. Операция, да. И, в общем-то, где-то куда я его бросил? Вот. А, ну вот он, второй остаток. И, как мы видим здесь... А, нет, это резьба просто, да. Все, что осталось от свечей накала двухцилиндров. Все, мы вытащили ее. То есть, я ее руками шевелил до этого. Видели, да? А тут, получается, просто... Это просто кобздец, слушай. У меня нет слов. У меня нет слов. Еще один. Еще один. Ну вот, свечку шатал. Нужно было почиститься, она у нее туго, наверное, шла, и поэтому она пламя. При закручивании, да. Да. Можно чистить посадочное место, резьбу, выход кончика. Ну, полностью. Тогда все хорошо будет. И это, в целом-то, не сложная процедура. То есть, надо просто понимать, что делать. Ну, ладно, вот ты выгрутил свечку, да? Не пошла. Сделай по-человечески. Подготовь. Ну, конечно. Посадочное место, и все будет хорошо. Тем более, процедура такая, что со съемом мотора на месте, это невозможно сделать, так как они там под жабо. Да. Чтобы понимаете, жабо вот так вот перекрывает в 15-ти сантиметрах. Вот так стоит жабо здесь. То есть, стенка для возможных манипуляций. Не подсунуть инструмент, не фонарик, не подсунуть ничего. Да. Ну, и слушай, я как бы не уверен, что третий цилиндр, да, нормально сделан. То есть... Там он... Там чистить надо. Проверять надо, да. Откручиваю. Чистить так же. Прогонять резьбу. Ну, я все сделаю и закрути. Поставим. Еще 3-2 свечки. Последний этап – установка резьбовых вставок. Вот так они выглядят. Затыкаем резиночкой отверстие, чтобы туда не сыпалось ничего. Перед установкой вставки проверяем эндоскопом, чтобы в цилиндре ничего не осталось. В общем-то, вы все видели. Решение, конечно, принимать вам, если вы чувствуете все силы. Можете поэкспериментировать над своей машиной, над своим мотором. Да, и важный момент. При установке свечей накала обязательно используем керамическую смазку, чтобы впоследствии была возможность их выкручивать. Ну, все. На этом всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok